Всем еще раз доброе-доброе утро. Екатерина Антонова и Татьяна Матусеевич встречают вместе с вами новый июльский день, 26 июля, на календаре. Уже в этот четверг, 28 июля, в Заславле пройдут торжества, приуроченные к празднованию тысячи 30-летия православия на белорусских землях. И вот об этом знаковом событии для белорусского православия поговорим с нашим гостем в студии, клириком Святодухово-Кафедрального собора Андреем Ломакиным. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Отец Андрей, вот я знаю, что торжества начались еще в июне в Полоцке, в День памяти преподобной Ефросиньи Полоцкой. И это не случайно, объясню нашим зрителям. Дело в том, что более тысячи лет назад древнеславянский город Полоцк стал центром первой епископской кафедры на территории Беларуси. Все верно говорю? Именно так. А вот почему же для продолжения празднования был выбран Заславль? Дело в том, что 2022 год является юбилейным годом в жизни Белорусской Православной Церкви. В этот год мы празднуем тысячи тридцатилетия православия на белорусских землях. Изяславль, один из древнейших городов Беларуси, был выбран не случайно для этого торжества. Будучи основанным в 985 году, он был назван в честь полоцкого князя Изяслава, сына великого князя Владимира, крестителя Руси. Поэтому именно этот город был выбран для проведения торжеств в честь тысячи тридцатилетия православия на белорусских землях. Ну, давайте вернемся еще и в Полоск. Ведь тогда, в июне, Божественную Литургию в Софийском Соборе возглавил Патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Расскажите нам, кто посетит Заславль уже в этот четверг? Да, на торжествах в Заславле центральным моментом, безусловно, станет совершение праздничной Божественной Литургии, которую возглавит патриарша Экзарх Все Беларуси, митрополит Минский Изяславский Вениамин в сослужении духовенства Белорусской Православной Церкви. А вот что станет самым главным мероприятием для этого дня? В этот день запланирована очень обширная духовно-просветительская программа, но в православной традиции существует такой обычай – всякое доброе дело начинать с молитвы. Вот и в этот день программа начнется молитвой, совершением Божественной Литургии, которая является самой главной службой для православного христианина. Ну, мы знаем, что есть еще очень много других тоже частей этого праздника будет в Заславле. Вот расскажите нам еще, каким образом тысячи верующих смогут приобщиться к столь значимому событию? Что еще запланировано? Дело в том, что программа действительно обширна и в духовно-просветительском, и в нравственном, и в образовательном смысле. Помимо духовных мероприятий планируются выставки икон, фото-выставки, экскурсии по древним местам Заславля. А также вечером завершится программа концертом духовных песнопений. Вот, об этом хотелось бы поговорить поподробнее. Расскажите нам. Где это произойдет? Именно где это искать? Где, во сколько? Да, дело в том, что концерт состоится в самом городе Заславли и будет состоять из выступлений лауреатов различных конкурсов. В частности, примет участие архиерейский хор Святодухово-Кафедрального собора. Это лауреат многих выступлений духовных песнопений. А также хор Всехсвятский, который тоже исполнит духовные песнопения, посвященные торжественному дню. Это все случится вечером, я так понимаю, в центре на Центральной площади. Именно так. Вот так. Но мы знаем, что этим событием не завершается празднование тысячи тридцатилетия. Будет и продолжение. Проанонсируйте для нас его, пожалуйста, для наших зрителей. Да, это действительно великая дата для Белорусской Православной Церкви. Поэтому торжества продолжаются на протяжении всего летнего периода. Мы знаем, что начались они и центром торжеств стал День памяти преподобной Ефросинии Полоцкой. В продолжении праздничных торжеств мы совершаем Божественную Литургию в День памяти равноапостольного великого князя Владимира. Это вот сейчас. Сейчас, да. И продолжатся торжества в конце августа. 26 августа празднуется память Минской иконы Божией Матери. Это великая святыня, которая пребывает в нашей столице, в Святодуховом кафедральном соборе города Минска. Это один из престольных праздников нашего храма. И этот день тоже станет такой точкой средоточия духовного торжества в этом году. Замечательно, что такая большая программа. И по различным городам Белоруссии она разнесена. Получается, что больше верующих смогут к ней приобщиться и посетить эти мероприятия. Давайте вот так вот немножечко сейчас порассуждаем. Дело в том, что празднование тысячи 30-летия православия на белорусских землях проходит в год исторической памяти. Так вот, оглядываясь назад, о чем необходимо задуматься и осознать вот в этот вот как раз таки год? Как вы считаете? Знаете, праздничная дата в этом году – это не только напоминание о богатом духовном наследии нашего народа, но еще напоминание и о том, что всякое наследие нужно приумножать. Безусловно, мы празднуем эта великая радость, но главное, чтобы это торжество нашло отклик в сердце каждого человека. Потому что Христос принес на землю Евангелие для того, чтобы мы жили по нему. Поэтому великие примеры, великие духовные примеры древности, они должны нас воодушевлять, чтобы мы в меру наших сил сегодня несли добро другим людям и сами приближались к Богу. Отец Андреев, спасибо вам огромное за то, что вы пришли к нам в студию и рассказали о грядущем мероприятии. Мы желаем вам хорошего дня. И вас благодарю и приглашаю принять участие в духовных торжествах в городе Заславле. Но я напоминаю, что о знаковом событии тысячи 30-летий православия на белорусских землях мы поговорили с нашим гостем в студии, клириком Светодухово-Кафедрального собора Андреем Ломакиным.